Ёлки различных форм и формаций. В городе проходит конкурс самых оригинальных идей того, как должен выглядеть главный символ Нового года. Участие в нем принимают самые творческие дети нашего города. По их мнению, новогоднее дерево должно быть не только зелёным и с иголками, но и шерстяным и даже съедобным. Ребята проявляли вообще всю свою творческую фантазию, всё, какими ёлки они себе представляют, каким они представляют себе этот чудесный праздник. Ёлка вязаная и бумажная, из ткани и солёного теста. Этот парад новогодних деревьев появился благодаря воспитанникам Дома детского творчества. Все они принимали участие в городском конкурсе «Ёлочка-иголочка». Для него отобрали только лучшие работы – коллективные и индивидуальные, хотя некоторые всё ещё в разработке. Немножечко нам остался поснежинок, потому что ёлочка всё-таки должна быть заснежена. Это последние штрихи. Две ёлки почти готовы. Над ними трудился весь коллектив кружка несколько недель. Сначала продумывали дизайн, потом старательно воплощали в жизнь идею. К творческому заданию ребята подошли философски. Крону деревьев представили в форме земного шара. Вокруг – хоровод жителей планеты. На всей земле люди очень любят этот праздник новогодний. Все обязательно встречают дома, кто-то возле камина, ставят ёлочку, наряжают её всей семьёй. Своё видение дизайна второй ёлки из фетра предлагает Полина. Она уверена – лучший подарок, сделанный своими руками. А Новый год – хороший повод свой хендмейд презентовать. Я дарю друзьям, близким. На выставки отправляю. Ёлки Полина и других дизайнеров выставят в МКДЦ. Там их оценит не только профессиональное жюри, но самые строгие судьи – сами ребята. Затем новогодние деревья вернутся создателям. Анна Чернова, Ирина Шайдульна, Артём Удников. Специально для РТВ.